Всем трямо доброго времени и суток, это канал Boring Дмитрий или скучный? Скучный я! Куда же без пятигушек. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры Baldur's Gate 3. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельное громадное спасибо Вячеславу, Shadow и Анониму, они знают за что. Ссылка на донат в описании под видео. Так, так. 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 Иена, ты тут. Так, все на месте, все в порядке. Все вроде сделано. Вроде бы да. Вроде бы да. Двигаем дальше. У нас там кажется, амбар был. Кажется, был. Где-то, кстати, по-моему, незадолго до этого видео должно быть еще одно пустое место. Ваза. Не, вас надо обыскать, вы что ли. Ну вот, пустая ваза. Вази, ничего нет. А зато можно сюда подняться. Мол, мол, это да. Мол, это хорошо. Мол, надо найти. Ну, мы ее найдем, наверное. Где же Хэри. Тут куда-то пройти можно или это все? Тупичок. Похоже, тупичок. Так, здрасте. О, привет. Так, ты кто? Кулак, брод, кто-то там. Что скажешь? Слышал тебе же, что ты зайдешь? Давай, не разочаруй. Хорошо. Похоже. 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 Все красненькое, да? Ммм. Думает ли смысл тут все обворовывать? А? А что, ну зашел я. А зачем? О, свинья. А, что-то я не совсем понимаю. Я думаю, тут с кем-то поговорить можно будет, а тут... Что-то... Что-то и нету ничего. Свинья есть. Поймал, говорит. А, давайте поговорим со свиньей. Добрейший денечка. Рад, что ко мне пожаловали гости обменяться в любезности. Хлацная морда. Не часто увидишь в мире такую роскошную свинью, как ты. О, благодарю за любезный комплимент. Я действительно очень слежу за своей щетиной, отращиваю это всего рода искусство. И все? И снова здравствуй, всегда говорит, род, гостям. Хм. И все? А, нет, а что? Я просто пытаюсь понять, а что? То есть, что надо делать-то? Нас как бы сюда с одной стороны пустили, а с другой... А нахуа? А, вот тут есть какие-то из... Музыкальная шкатулка. Лира. История матушки Кам... Отрывок из сборника коротких, но безнадежно устаревших детских сказок, рассказанных матушкой Кампестри. Голодный жеболюд. Ё-моё. Когда-то давным-давно жил, да был же валют по имени Билли. Попытаться только запасами из погребов, и это им порядком надоело. А Билли, растолтевший от их еды, начал сам выглядеть довольно аппетитно. Вот и всё. И нету Билли. Жадность Билли погубили. Он лежит над ней зыла. В жизни мало что успел. Жадность. Чё-то там. Та-ра-та-та-та-там. Помните эту песенку-то из «Сокровища»? Расследование. Я что-то здесь увидел. А что я здесь увидел? Не знаю. На всякий случай, давай-ка сделаем вот так. Я умер в последнее время. А-а-а. Расследование. А-а-а. Ещё. Подозрительные игрушки. А где они? А, вот они! Ёшкин кот! Так, и чё? Сбор союзников. Так. Волос стал нашим верным союзникам. Могущее слово придут на вам силу грядущих испытаний. Хайлсон благодарен за помощь. Избавиться от противов сложнее, чем мы рассчитывали. Поискайте сильных союзников. Рабелла вернулась. Научивши контролируют свои способности. Можем рассчитывать на магию в трудный час. Да? Игрушки. Мы нашли начинённые взрывчатки. Игрушки насыли пожертвования в реквизированном сарае. Надо найти виновного. Нихера себе. Высшая орфистка. Вместо встречи с орфистами мы попали в устроенную деппельгангерами засаду. В живых остался только Геральт. Последний настоящий орфист. С ним и надо поговорить. Да? Мы попали в засаду? Деппельгангерами? Когда успели? Не помню. Мы нашли шарицкого саглядата по имени Ферк Дрогер. Он рассказал, что монастырь спрятан в месте, который зовётся Домом Печали в нижнем городе Врат Балдура. Так, а с ними что-то надо обезвредить. Так, ну тогда давайте, наверное, сохранить. На всякий случай. А то ещё бахнет. Игрушки со взрывчаткой. Нормально. Это типа так от беженцев избавиться? Это когда, ребята, а может это, что называется, яду подсыпать в этот... В котелок-то не проще будет? Как-то я даже не знаю. Теперь к себя меня прижми. Мне так приятно, мимими. Кто здесь копается? Уходи сейчас же. У тебя две секунды объясни, что ты тут делаешь. Лишь ли, отправляйся под арест? Я нашёл игрушечных медведей, начинённую взрывчатку. Не беспокойся, их уже обезвредил. О, что? Но ведь это игрушки. Если бы они попали к детям, даже думать об этом не хочу. Откуда не знать, что это не ты подложил взрывчатку? Спрашивайся. Зачем мне взрывать и зря тратить собственную взрывчатку? Не то просто хочу найти того, кто это устроил. Эй, а бонус? Блин, вот сейчас сто пудов не хватит. Нет, почему он с ним-то разговаривает? А почему со стареоном? Вот опять, ну? Ну, конечно! Конечно, блин! Конечно, неудача! Ёлки-палки! Давай! Зараза! Ладно, думаю, у меня от тебя не будет. Я про остальные пожертвования. Ты постарайся найти виновного. Я думаю, работа будет скучно. Вот так повезло. Это для того, чтобы не было. Господи! Это ведь любого из нас могло разорвать в какой-то матери. Да, прикинь! Мне кажется, мне кажется, охраняем настоящую бочку с порохом. Хорошо, не улетели на них приспорить. Как он в преисподние дни? А, ой. А, ты что скажешь? Морда. Зачастливая игрушка? Кошмарный! Здесь лорд гортаж разберется в этой истории. Да, это разберется! Это разберется! Ну, он так разберется. Разбиралки повылетают от удивления. Он шикарен. Это свинья классная! Э, ты куда? Так далеко побежал. Разобрался со взрывчатыми игрушками, дырное дело, конечно. Вообще, конечно, я так отбалды это все сделано было. Тут, конечно, можно было бы... Ну... Это что, я, наверное, естественно не могу. Никак, да? У тебя бывает... У двоих, которые у нас завелся маньяк. Ну, хорошо, нет. Тут много всего, но... Билли. Что скажешь, Билли? Вернитесь слишком быстрый. Что-то там... Что-то там... Что-то он там сказал. Что скажешь? За это у них полетят головы. Это злопотребление власти. Это несправедливо. Что с тобой случилось? А, бедная, наверное, душа. Давай расскажите историю. Вполне респектабельный телец. Хочет открыть свое. Ну, дело в этом честном городе. Что же они устроили? Ну... Они несли какую-то ересь о документах, о належащих процедурах подачи и бросили неврочи от ущобы. Мне бы сейчас нежиться в ласке шароса, не вразить в грязи по колено. А-а... Ну, это, конечно, да... Ой, сухарик. Нилас Брайт. Что ты скажешь? Мы должны доставить Гронча в город, но сам он найти не сможет. Может, можете спрятать всего в большую бочку и заплатить крышку? Нет, не то. А, кто такой Гронча? А, вот Гронча. Не знаю, как мы Гронча в город протащим, когда у них такие раны, но мы должны обязательно. Окей, ладно. Должны тащить и... Я такой, чтобы нам решать... Тащить Гронча в город. А, это, я так понимаю, очередная эта картинка, да? Здорово, Гронча, которого надо тащить в город. Не знаю, что тебе нужно, но ничем помочь не могу. Мне даже говорить сейчас больно. Медицин, дай-ка взглянуть на твой Рон. А, как ты получил Рон? Несколько сектантов Гоблинов двигались к тому месту, где прятались эти два мальчика, Брайты. Так что я вроде как отвлек их внимание. Брайты сбежали, но Гоблина меня ранили, пока я их отбивался. И рано что-то не торопится сживать, но спасибо, что беспокоишься. Так, Shadow, поучаствуй. Нормально. Должно охватить. Здесь не единиц, конечно, не выпадет. После быстрого осмотра ты приходишь к выду, что пациент только притворяется ранее. Интересно, зачем? Ну и морду у тебя, шарап. Да ты что? Не надо. Тут наверняка полу. И все, кому твоя помощь гораздо нужнее. Это же едва заметная царапина. Чего ты добиваешься? Не кричи ты так. Если парни поймут, что я притворяюсь, они могут отправиться в путь одни. А им еще рано. Да и скучайте по ним буду, если честно. Друзья у меня нет, а ребята мне нравятся. Так что я решил подзадержаться здесь на них второе время. Ну ты... О! 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 Знакомые все блин лица. Это у нас не идем. Ты find a way forward. Но это... Это, я так понимаю, не действующая часть, да? Скорее всего. Ладно. Поговорим с этими мордами. Ненавижу я, ненавижу я, ненавижу! Невестка называется, жаль мне моего братца. Вот что. Гр. Да. Хуй из местная невестка, которую так не любит. Вообще-то я благополучно сюда добрался и довел жилую сестру и мать. А может это они меня довели, а? Может быть. Хороший вопрос. Боже, жизнь в лагере вместе со свекровью оказалась сущним адом. Может отправиться в город без нее? Скажу, что на разведку. Тоже интересный вариант. Сынок мой, Гаронт доволен, что мы так далеко смогли дойти вместе, но благодарная, благоверная вот такая стерва, что у меня с ней день зад вы идет. Он что, не может ей сказать, чтобы Хайло на скобу заткнуло? Боже мой. Семейные отношения, как это прекрасно. Это что, это что за? Доричман. Чувак, что тут труселями? Шхиринку застигни. Мои подмышки, мои подмышки, вот моя песня, когда я... Эй, а что, мужику тут никак не значит, что помыться нельзя? Вы портливая кучка извращенцев, вот вы кто. Пить надо тише. Разорался, подмышки он моет. Жопу всю. Жопу всю помой. Так, что у вас тут, мелюзга? Давно вас не видели. Они меня заставили записаться в ученики-горшечнику. Горшки глупые. Я сектантов хочу научиться убивать. Могу поспорить, ты меня понимаешь. Никто со мной разговаривать-то не хочет. Я очень волнуюсь за Уми. Уми. Что-то не волнуется. Жабень. Хорошее имя, мне нравится. Кулак Рован. Рован. Ну, чё скажете? Значит, ты выжил. Многие из моих собратьев не могут этих похвастаться. По крайней мере, свелось выборца. Как ты держишься? Ярос помогает мне не опустить руки. Зилор должен был везти нас, но ничего не сделал, когда нужен был нам больше всего. Я его не видел с самой Бонни на дороге. И это им повезло. И это да, он тот еще. Мудак, как выяснилось. Как печально, некогда гордые тифлинги Элтуриэля превратились в попрошарик. Бекс. Мы дважды прошли через преисподнюю, теперь я знаю, что пока мы с Данецом вместе, нам все по плечу. А, ну да, это все двое. Все, вспомнила их окончательно. Мы добрались до врага. Балдор живыми? Ну, почти добрались. Но жаловаться грех, когда я гляжу на Бекс и понимаю, что ничего не угрожает, мне хочется плакать от радости. Ну, ладно. Хорошо. Вот где-то все более или менее. Здорово, Кулак Рован. Чё скажешь? Приветствую, друг. Славный денёк сегодня, правда? Первый у меня так, Балдура? Балдурец. Я родом из врага Балдура. Приятно, наконец, вернуться домой. Замечательный у нас город, правда? Нет ничего лучше, чем быть Балдурцем. Раньше путник мог не сомневаться, что его накормят до отвала и спать уложат в тёплую постель. Но теперь совсем не там. Сейчас тут все едва концы с концами сводят. Давай беженца в придачу. Народ стал не очень щедрым. Я чувствую, что я слишком генерал. Могу ли я что-то сделать, чтобы помочь всем этим беднягам? Ха, секундочку. Это интересно. Не, ну роже, конечно, у нас мое почтение. Тот детей в темноте пугать. Да и не только детей. Я думаю, тут все должны нас реагировать. А что ты сейчас с глазами? Вот я сейчас задавал такой же вопрос. Явно не я первый. В городе нашлись доброхоты, которые пожертвовали беженцам столько, что им завояли по уши. Вот только остальным помочь они не удосужились. Местные два перебиваются, а приезжие жируют. Вот тебе и готова междуусобица. В итоге балдурцы собрались, устроили бучу там, перед амбаром. Вот прямо сейчас. Если б я не на службе был и не в форме, я б туда пошел и проучил их как следует. Ну чуть никогда не поздно, особенно если кто-то напрашивается на хороший урок. Я знал, что наши мысли сходятся. Слишком долго адовы беженцы сосут кровь из нашего города. Если мы им не покажем, что тоже были бураки, они доску нас выжимут. Лучше всего нам выйти перед амбаром и перебить их всех до одного. Пусть ты попробуют жрать нашу уйду, когда все кишки будут наружу. Что скажешь? Ты чудовище, пожалуйста, твоему офицеру. Да, расскажи. Чуть-чуть. Я разлежу. Ого. Нифига. Погоди, опять острион, надо отогнать. Ну, вообще, у меня была такая мысль, что его, наверное, придется отгонять, но я как-то не стал на этом заострять внимание. Сейчас, секундочку. Непонятные звонки, блин, не пойми от кого. Надоели уже. Я вот думаю, может, общаться со всеми этими мошенниками как-то вроде... Кто-нибудь вроде... Здравствуйте, вы позвонили в морг 15-й больницы. Сожалеем, но вашу бабушку вернуть мы не можем. Что-нибудь такое. Так, значит, острион, она до того. Опять. Вот, угнать. Так. Острион, вот уйди. Ты, ты, ты бяка. Ну ладно, пошло. Так, могу ли я что-то сделать? Козу же доброхода. А, интересно, если по-другому. Сейчас попробую. Тут, в принципе, это я случайно ее, скажем так, вывел на... Ну, на вот это превращение, или что? Так, ну дайте попробуем последний. Мне казалось, как раз твоя форма должна, по идее, повлиять на них благотворно. Уже не то, топлены кулаком стали слабы, продажные мягкотелы. Теперь, только честные, граждане в разуме не стоят за правду в форме или без нее. Вот та шваль, что впереди. Они счастливы получат. Ты должен поддерживать здесь мир, а не подкармливать раздоры. Какой еще мир? Если не вмешаться улице, скоро будут завалены трупы, грудометел. Слишком долго от убежицы сосуд крови нашего города, если мы им не покажем, что тоже не дураки, а не доску нашу измут. Мы должны марчать на фронт и убить каждую последнюю из них. Давайте посмотрим, что они едят нашу еду, с их грудью на флоре. Интересно. Ну то есть, как вы видите, опять все выходит на одни и те же диалоги. То есть, неважно, как ты реагируешь, он тебя все равно вытаскивает на одну и... Ну как бы, на один и тот же вариант. На один и тот же вариант. Так же, давайте попробуем сначала... Надо проучить тех и других. Давай всех перебьем. А, все не одобряют. А, тут то же самое. Ну понятно. Астарион этого не одобряет. Астарион надо дальше отогнать. Астарион надо отогнать дальше. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Интересно, а первый вариант? Не убивать они невинные. Сейчас надо попробовать. Кто на... Ну, скорее всего, два варианта одинаковых. Ну, в смысле, Джахейра и Астарион. А Шеду Харт она либо не одобряет, либо ничего. Потому что у нее так... Ну, у нее как бы отношение на максимуме. Поэтому, понятно, тут как бы разницы никакой не будет. Ну, сейчас надо еще последний вариант попробовать. Так, вот это вот. Они же ничего плохого не сделают. Не зеркаливают невинных. Ага, стремя. Ага, какая разница, сколько не течет? Понятно. Ну, тут да, тут, короче, два варианта одинаковых. И один, так сказать, когда ты просто одобрение всех теряешь. Хотя, наверное, если бы Шеду Харт была шариткой, наверное, наверное, она бы здесь тоже, она бы здесь одобряла. Причем, заметьте, Астарион не одобряет. И тот... Подожди, у Астариона что? Не одобрение в любом случае? Хе-хе, забавно. Интересно, а у кого было бы одобрение вот здесь? Вот если бы сказать, типа, давай перебьем всех. Хм. Хе-хе, не знаю. Ну, мне кажется, что... Нет, Уилл точно бы не одобрил. Гейл может... Ну, Гейл, может быть, отреагировал бы нейтрально. То есть вообще не стал. Все остальные, скорее всего, тут бы начали ругаться. Хотя, Хе-хе, может быть, есть... Опять же, я бы шел с самого начала по плохому, так сказать, пути. То сейчас бы отношение спутников было другое. Может быть. Черт, ты узнаешь. Ну, то, что надо отогнать Астариону подальше, это факт. Сейчас. Так. Астарионушка, я тебя очень прошу. Уйди туда. Вот, уйди. Так. Нет. Нет. Так. Ну, возвращаемся. Сохраняемся. Шоразок. Ну... Да тут ты чудовище, я, пожалуйста, на тебя твоему офицеру. Ага. Да-да, давай, расскажи. А я разряжу ему веки пошире, чтобы он все увидел как следует. Сейчас я еще один вариант попробую отогнать всех, чтобы не мешались, и взять вариант разговора, когда, типа, это, убить всех. Так, значит, это ты убил слугу владыки костей. Ты припал, чтобы разнюхать про наши камни? Гарташ, это не понравится. Глотка. Глотка, из которой его черная рука не выдавила даже писка. Из которой... Чтобы загнать его в гроб, тебе придется обескроить и вырезать этот город. Он и мысли о таком не вынесет. Когда он найдешься в лордишку, передай ему, что Орин следит за ним. Получается, Орин оборотень. Давно ли она наблюдает за нами? Хороший вопрос. Слушайте, а может она эта рыжая мелкая? Хотя с какого-то перепула. Так. Это мы выбрали хороший вариант, да? Тогда давайте вот здесь сохранимся. Я просто все жду какого-нибудь подвоха от этой вот команды рыжиков. Меня немножко напрягает, что там код очень запуганный. Вот в чем дело. Это мелкая. Не знаю. Ой. Что такое? Я прям задумалась. Так, давайте загрузить. Сейчас попробуем последнее. Вот это вот, да. Мне просто интересно, а как пойдет диалог, если я выберу, ну, вариант типа перебить всех? Любопытно же. Любопытно. Вот сейчас посмотрим. Как обычно, ни хрена не выспался. И это кошмар. И тортик не тот купил в этот раз. Оказывается, торт Наполеон классически хуже, чем его другая версия. Ну, по крайней мере, из тех, которые я покупаю. Обидно. Эх, а ведь тортики такие классные. Не все, не все. Но некоторые, некоторые из них очень даже ничего. Так, ладно. Сейчас у нас что? Сейчас нам надо, сейчас я выберу перебить всех. И как он отреагирует? Надо проучить и тех, и других, и давай всех переберем. Хотя, знаете, что? Не, ладно, дать надо. Покрамсами, чтобы никто не выжил. Надо костей раздухать, кто-то понравится, дрожать, видеть твои кровавые дела, твой готовность завалить в горах трупами. Когда найдешь лордишку, передай ему что-то и следит за ним. Ну, понятно, в общем, тут воротень. В общем, да. В принципе, особо ничего нового она не говорит. Так что, фигня война. Ну, смысл. Тут как бутжахер, я ловлю еще один одобрямс. Что не может не радовать. Собственно, по сути, у нас получается из до конца не одобренных только Хальсин. У него там немножко еще осталось. В принципе. Там у него прекрасное отношение, но не максимальное показатель. По-моему, у Астариона тоже не до конца. Ну, ХЗ, короче, чтобы тоже посмотреть. Мне вот интересно. Здесь есть какая-то градация, скажем так, написано же прекрасное отношение, да? Но нет финального варианта. Ну, то есть, типа, там идеальный вариант. Когда доходишь до максимума, было бы, например, прекрасное, прекрасное. Потом идеальный. Вот. Тут все, как бы, с какого-то момента они все время прекрасные. То есть, есть прекрасные в начале и прекрасные в конце, да? И вот, внимание, вопрос. Есть, ну, как бы, вообще как-то на что-то влияет или нет? Астарион, ты гню. Иди сюда. Что скажешь, Шадо Хард? Эта милая шалость Орин должна была просто нас напугать. Не дадим ей такого шанса. Но в любом случае, нам нужно быть на чеку. Нет, точно. Итак, избранная балла Доббельгангер. Ничего удивительного, что эти твои всегда были его любимчиками. Орин тебя испытывает. Она то ли играет с тобой, как хищник со своей едой, то ли опасается того, что ты можешь сделать. Хорошо. Природа, припомнись, что тебе известно о Доббельгангерах. Тогда попробую. Ну, что так много, а? Блин, ну провалю же эту проверку, а? Ну что, вредные какие. Такая сейчас выпадет 9 или 8, блин. Здесь проверки проходят. Ох, ни хрена себе. Спасибо. Неожиданно. Неожиданно. Читающие неведомого происхождения способны менять обличья Доббельгангера, сверхъестественные хищники, наделенные способностью к эмбелу. Эмпатией, что помогает ему лучше узнавать, имитировать, а затем и заменять с собой жертву. Я не понимаю, почему она попросту не напала на нас. Она подбирается ближе, об этом можешь не сомневаться. В прошлый раз, когда я воевал с Доббельгангерами, отроди Балла, сэри Вок, использовал их, чтобы подчинить себе городское руководство. Он рвался к власти. Но Орин куда больше хищник, чем политик. Она просто хочет, чтобы мы чувствовали себя загнанной жертвой, отрезанной от всего. Передай Лордионышу, что Орин за ним следит. Похоже, между Орин и Гарташем нет согласия над этим воспользоваться. Интересно. И Остерион. Мало того, что нас окружают злодеи, так еще и в своих рядах теперь надо искать перевертыша. Я даже не могу понять, если тут кто-то страннее обычного, потому что его подменили, или потому что мы все с приветом. Здорово, жабень. Что скажешь? Хорошо спать. Что? Я с ног валюсь. Дни и ночи бежали, чтобы безопасное место добраться, а тут меня в конец очереди на вход поставили. И все, потому что я хоп-гобль. К нам приятный голос. Приятный голос, извините. Как-то я выбирать могу. Ну, в целом, он прав. Так. Ну ладно, со всеми потрудните. А что у нас там? Добыть над рисками Орин. Орин встретил нас в обличии оборотня, потом телепортился прочь. Надо продолжить поиск улик. Мы должны найти ее убежище. С места выносное. Ага. Так. Дайте-ка мы в лагерь быстренький ликнемся. Я хочу с остальными поговорить. Почему он такой запуганый? И она. А, секундочку. 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 Можно кое-что посмотреть. Ена, ну-ка. Зеленый-синий глаз. Секунду. Я хочу кое-что проверить. Зеленый-синий глаз. Ну, зеленый-голубый в данном случае все-таки. Орин, можно на твою мордашку еще разок глянуть? На твою красивую, отвратную морду. Что-то кошки-то морут. Опять. Сейчас посмотрим. Не знаю, мне кажется, что не просто так нам этих рыжиков подсунули. Ну, в принципе. Ну, скажем так, одну из двух. Либо с ними будет связан какой-то квест потом в будущем. Просто милый и няшный квест. Либо это какая-то лажа. Нет, глаза у нее просто бледные. Как не знаю что, да? Можможно ли, чтобы это была она? Хз, хз. Могет быть, могет быть, а могет и не быть. А давайте ее грохнем. Мелкую. Что, просто взять и грохнуть? Ну да. И посмотреть, как на это все отреагируют. Идея любопытная. Так. Мелочь. Сорян. Но ты немножко пострадаешь в связи с моей шезонутостью. Морщук. Иди сюда. Так как сволочь у нас ты, действовать тоже будешь ты. Прости, Ена. Полено. Опа. Да ладно, серьезно что ли? Да ну вы гоните. А, я ну... А, я ну... Я ну умирает. А ты тогда кто? Ага. Иена умирает. Иена умерла. Ладно, что-то непонятное происходит в королевстве датском. Подожди, стоп, а если он с ней поговорит? Нет, красный цвет это то, что вытягивает характеристик. Да, это понятно. Я забыл, честно, немножко подзабыл уже про это сейчас. А если он сейчас что-нибудь скажет? Она просто убежала. Ладно. Эксперимент прошел интересно, скажем так. Выяснилось, что Иена бессмертная. Окей, пусть. Одно из двух. Ну, значит, с ней что-то... Нет, тут либо недоработка, либо я даже не знаю. Либо специально, потому что помнится много в каких играх детей бессмертными делали. Ладно, просто живем дальше. Так, ладно. Иена. Иена, полена. Что скажешь? Оренг, сожги тени, в которых он скрывается. Сожги с нее маску, ты увидишь ее истиное лицо. Дрожащие от страха ребенка. Ага. Почему ты сказала ребенка? Почему ты сказала слово «ребенок»? Неужели это мелкая есть эта Иена? Или она с ней как-то связана, или еще что-то? Долбаные оборотни. Она пытается испоганить самое ценное наше доверие друг другу. Но ничего, у нас есть чем ответить. Моим любимым приемочками, например. Не хочу я смотреть, как эти синимордой целуются. Все, хватит с них. Так, тут поговорили. Уилл. А подашь снизу. Со всеми, что надо перетрындеть, блин. Я сражался с великими злодеями. Надо мной насмехались мерзавцы всех мастей. Но Орен, она даже хуже Торма. Ее разум искажен до неузнаваемости. На что она способна? И куда она несет новый удар? Ой, я тебя умоляю. Я вас всех-то в полови в полу этих превратил. Главное, чтобы труп Барсука не трогала. Это наш труп Барсука. Таинственный труп Барсука. Который, честно скажу, не дает мне покоя. Я не знаю, что это за труп Барсука. Орен с нами забавляется, хотя легко могла бы уничтожить. Не знаю, каковы ее мотивы, но хорошо бы она поскорее их обнаружила. Это да. Был бы весьма хорошо. Шкряп. Ты Орен не учуял? Так, Хальсин. Ну, все уж пусть вам мне не выскажут. Орен с лобной братик ведет себя как падочек. Подбирается потихоньку и проверяет, насколько мы слабы. Не дай поколебать твою решимость. Окей, не дам. Я ей не дам. Чуть меняется. Чуть меняется. Все хорошо. Ну, как тебе сказать? Я полу и летит, а за мной хочется шизанутой обороте. А так все нормально. Не желаю я купаться в твоем сиянии или что-то там извращенка. Что ты мне предлагаешь? Так, ну будильник, конечно, прозвенел. Давайте еще немножко побегаем. Чутка еще побегаем, пообщаемся тут со всеми. Блин, конечно, хочется обыскать локацию. Ну, в смысле, пошариться в сундуках и так далее. Можно, конечно, эту малую иллюзию вызвать. Так, ну-ка из ТПОС вышли все дружно. Давайте, давайте, загружаемся. Так, вроде норм, да? Так, у нас есть проход куда-то сюда. Опа. Кровь. Как интересно. Кто-то устроил какую-то небольшую бойню. Какая прелесть. Так, и следует... Так. Поговорить с Геральдом. Ага. Ого. И я. Так, блин. Вот тут, конечно, сундуков хреново гора. Но надо ли в них копаться? Просто на миллион долларов. Я вот не очень хочу, честно говоря. Это можно устроить, но надо ли? Шарец тут. В принципе, можно через инвиз. Через инвиз, да? Ну да, если существует, атакует... Если существует, атакует или произносит заклинание. В принципе, да. Можно. Пошустрей тут, да? Вот этого я зря разбудил, блин. Угу. Или хрен с ним. Да ладно, блин, что-то не знаю. Неохота тут шарахиться по сундукам у них лазить. Лень, как-то, честно говоря. Ты только погляди, какой фруктовый пирог можно было всего этого испечить. А теперь сплошную миссию. Ну это же курица. Так, это у нас... Что это? Цирковая фиша. Так, о. Ледяное яблоко. Мертвую курицу. Ребята, что это у вас тут? Кто это у вас тут? Мы первые сюда пришли, друг. Можешь забирать все, что пост нас останется. А что случилось-то, алё? Если хочешь пустое брюхо набить, поищи в другом месте. А они тут тучи налетели, все до крошки распихали по карманам. Как звери дети, честное слово. Да кто? Кто они-то? Уйди, я тебя в первом нашла. Да? Серьезно? А если я тупо начну это все собирать? Но что они думали? Чё ты не понимаешь? Они, они, кто они? Они не думали. Старвая фишка, 10 нотов. Они просто... ...звучили, и... ...звучили, и... У нас есть много для всех. Яблоко. Недоеденное. Погрузки. Упер. Чуть... Я нифига не понимаю. Я просто упер, яблоки. Кто налетел? Куда налетел? Зачем налетел? Курица мертвая. Это шо одна? О! А я, может, могу с ней поговорить? Не могу. Не могу я поговорить между курицей. Представляете? Пожалуйста, какая. Ну, придет все просто забрать. Кто-то на них налетел. Чего ты их хотел? Кто налетел? Куда налетел? Зачем налетел? Непонятно. Но налетел. Так, стоп. В смысле? Эй, тут бальзамин. Не могу. Ха, прикольно. О, спасибо. Сейчас посмотрим, что тут у нас валяется. Удачно. Хорошие расходники, я имею в виду. Так как зелень разговора с животными я постоянно пользуюсь, то, в общем-то, найти его действительно хорошо. Конец нашего народа. Что, если мы, говорит, все погибнем? Лидер гурцев. Какие-то гурцы. Кто такие гурцы? Хрен его знает. Пошли с гурцами поговорим. Здравствуйте, гурцы. Лагерь гурцев. Хорошо. Здравствуй, лагерь гурцев. Who is гурцы? Ничего, такая симпатичная. Наш торговцев нету, а? Пульма. Ну, давайте поговорим с вот этой. Пока мы едины, мы непобедимы. О, чувак повернет мне так. А хоть нечего сказать тебе, мы связать чем-то пойдем. Да? Ну, ладно. А ты? Думаю, с тебя можно врываться в наш лагерь просто так. Иди поговори с Ульмой или уходи. А хуй из Ульма. А вот эту Ульма. А может я с тобой хочу поговорить? Увидел потерять детей на трагедии. Так чудовищно провалить попытки их спасти. Совсем она. Ульма, говоришь, что наши племени, кто не проклинал. Но я все же сомневаюсь. А-а-а. А-а-а. О там дети, говорят. Ты говоришь не с тем охотником. Тебе надо кульми. Ладно, ладно. Подойду и я кульми не волнуйся. Что вы все что-нибудь не сватыть. Те, кто погиб, словно сражались. Они словно умерли. Надеюсь, мы не посрамим их своей жизнью. Не знаю. Надеюсь. Ни детских криков, ни смеха, ни руганье. Только тишина и боль. Что-то у них тут жесть какая-то произошла. Уважаемая Ульма. Мне сказали с вами поговорить. Но... Я че-то... Почему ты... А я не могу с ней... Эй! А че такое? А как я с ней поговорить? А... А... А я не могу с ней поговорить. Эм... Нурма. Айло! А как?! А в чем прикол? Почему я ничего не могу? Я даже обокрасьте ее не могу. Что за прикол? Давайте тронем погребальный костер. Ну я просто реально не понимаю. Вот так вот. Видим, пилищи верящие в неприкосновенность частной собственности. Установка накаляется. Лучше за токим в себе, за тобой следят. Честная собственность. Ну то есть как бы... Непонятно, что за ульма. Главное, все к ней направили, но поговорить я с ней не могу. Вот и думай, как говорится. Туда, не туда. Сюда, не сюда. Надо, не надо. Главное, что удивительно, что на всей этой территории, которая сейчас есть, по факту особо-то и делать нечего. Ну то есть я вот сколько уже, какие-то вещи, диалоги, еще что-то, да, но так все очень, ну как сказать... Нет каких-то мелких квестов, да, вот здесь поблизости, еще чего-то, то есть где-то там, в конце карты. Может я, конечно, где-то что-то пропустить ухитрился, ну блин, хз. Сейчас попробуем. Ну точно как-как, буду двигаться дальше, разговаривать со всеми. С мелких тоже непонятно. Че это такое? В общем, че-то с ульмой не складывается диалог от слова совсем. Почему-то. А, тут тупик. Тупичок. Людмей, мяч. Бальзамин. Детский рисунок. Мяч. О! А... Подождите, не понял. Чуть-чуть что произошло, что за странный глюк, почему Астреон вдруг начался с ней разговаривать. Он с какой-то правильной стороны, или он давно уже с ней в диалоге стоит. Может он с какой-то правильной стороны действительно просто подошел. Или что, или действительно он там уже все это время стоит в диалоге, почему-то. Но это полный звездец, конечно. Если так. Моделька, кстати, у этой... Ай... Как это у... Ульмы... Один в один, как у... На этой страхолюдине-то с болота с первого акта. Как вы же там звали, забыл уже. Которую я... Смехом Таше пригвоздил к полу. Ну, точнее, как у меня там вожжа под хвост попало. Именно так сделать, и не как иначе. Ну, получилось. Ну, как получилось. Через сейвы, конечно. Так. А, так блин, Астре... Да твою мать, серьезно? Так вот, почему я с ней поговорить не могу? Ну, ладно, окей. Надо было просто с определенной стороны, видимо, подойти, да? Ты опознаешь похоронный обряд народу гурцев, тех самых охотников на монстров, что встретились тебе на балоте корги. Их предварительно сжигает вещи павших луни. А-а-а, тот чувак! Которого мы грохнули, да? Да, было такое. Ой, как говорится. Здрасте. Итак, это ты, невозможный отроди, который ходит среди нас под палящим солнцем. Мы искали тебя. Да, я помню твой охотник из болот. Для него это плохо кончилось. Да, мы его грохнули. Не стоит ворошить прошлое отроди, ради твоего же блага. Последний раз, когда ты побывал у нас в лагере, ты украл наших детей, наше будущее. Чао. Когда мы отправили за тобой Гандрелла, мы хотели допросить тебя, узнать, как спасти наших детей, а потом прикончить. Острево. Но ситуация изменилась. Ты изменился. Ага. Ты действительно ушел от своего хозяина, развелся ты на них, кто тебя с ним связывал? А, тут все сложно. Тогда давай проще. Ты украл у нас детей. Сможешь вернуть их, украсть у своего хозяина? Или это прям чисто острионская тема здесь? Однажды мы уже пытались вызволить наших детей, напав на дворец-вампира с первыми лучами солнца. Но даже тогда он был слишком хорошо защищен. Но ты, тебя он хочет заполучить, думает, что сможет тебя контролировать. Но на деле твоему обущество так велико, что ему даже не снилось. Слышал, острион? Он распахнет перед тобой все двери, ослабит оборону, и ты спасешь детей, которых сам же я врек на гибель. Я, если я смогу им помочь, то помогу. Но ты должна понимать, что Кассадор беспощаден. Очень может быть, что они уже мертвы. То есть это его личный диалог, что ли, получается? Видимо, да. Выбора нет, я просто слушаю, как бы. Тогда мы будем мстить. Мы обратим наследие Кассадора, Зара, праха и изгоним всех вампиров из врат Балдура. Всех, кроме тебя. Сделай, что мы просим, и мы оставим тебя в покое. Смелое заявление, бабуль. Ты прожил жизнь, полную насилия и грехов. Ты убивал, разрушал семьи и причинял неизмеримое горе. Своим поступком ты не исправишь этих ошибок. Но это станет началом. У тебя еще будет шанс на искупление. Пожалуйста, вступай. Времени мало, но мы увидимся снова, когда все будет сделано. Ага, то есть это его личный диалог. Кассадор, в замене международного выжить, иначе ничего не влегать. Вон, кто-то такие. А я уже забыл про этого мужика. Ну, не то, что забыл, но то, что напомнили, вспомнила, так. Мы встретили премию Гурцев. Их предводительница Кульма рассказала, что вампир по имени Кассадор убивает взрослых и похищает детей. Она просила нас спасти. Ага. Так. А, то есть найти еще. Интересно. Ну ладно, окей. Что ж, почему бы нет? Так, сударь ушастый, можно тебя на секунду? Ты где там, великий могучий вампир? Снизойди-ка до разговора с простым смертным. О, кораблик. А, вот так, да. Ну ладно. Не хочешь, как хочешь. Подсвечник. Кинжол. Меч. Детский рисунок. Эндометня. Брошенная молитва. Домашний медальон. Тихийская роза. Что-то я смотрю, тут кто-то отдыхал так весьма неплохо, да? Так, это в лагерь, это в лагерь, это в товары, это в товары, это в товары. Детский рисунок, радостную сценку, чего-то там, ладно. Товары, люди в товары, домашняя молитва, мы читали распространенная молитва, окей, прочесть. Вот она, да, читали. Брошенный медальон раскрывается, видимо, здесь уже не маленькие девочки с опухшим. Так, ну ладно, окей, с этим разобрались. Гурцы, значит. Как горцы, только гурцы, да? Тут тоже что-то какой-то развал лютый. Так, а ты кто? Беженец. Ладно, беженец. Здесь кто-то сидит. Кучок хрена. Можно с вами поговорить? Или у вас тут индивидуальный момент? Отличный для этого денек, да? Я считаю, что надо наслаждаться, пока мы еще можем. Да, ну ладно. Слонча. Прикольное имя. Да, чем бы помочь, это частный пикник. Ну как, чем? Что-то. Хочу к вам присоединиться, понимаешь. Ой. Интересный звук. Старая ржавая дверь. Так, сюда тоже надо будет попасть, да? Нет, нет. Тут здесь, да? Что ж она такая старая и такая ржавая? Стареан, можно тебя попросить? Скоруй, пожалуйста. Да не атакуй. Кто-то же не заметил? Ну, вроде нет. Сейчас, секундочку. Джахер очень классно в этом. Второе с матукой, если. Крадется. Ха-ха-ха. Классно выглядит. Да заглянем в старую ржавую дверь. Здрасте. Знаешь, что за спуск? Так, ну-ка. Ну, без гнилой моркови никуда. О, ну-ка, прям вообще. Ох. Так, мы тоже заберем. Нет, заберем. Из этого вообще никуда. Так, говорится, что нельзя туда попасть. Ох, ничего себе. Ребята-то с вами способностями пользуются. Ай-яй. Ай-яй. Ха-ха, молодцы какие. Так, это мы все сейчас тогда. Джахера, на. Так, и спесь. Сломать-то все можно? Заброшенная мельница. Ой. Почуть со мной. А-а-а. Отравлю? Почему? Почему отравился? А, он... Я что, случайно съесть морковку нажал? Вместо того, чтобы... Блин. Серьезно? Отмывай. Ахм. Ну, упс. Хе-хе-хе. Не специально. Я ее сажал вместо того, чтобы взять... Хм. Не понял. Ну, давай быстрее. Отравленная эта наша. Четыре. Ну, три, два, один. Почему нет, как это, функции от души просраться побыстро? Хе-хе. О, призвать нас. Кстати, да. Че это тут без него-то будет? Это давно только слабость. О, 55, 21, думаю, не хрен осет. Че за прикол? Ну, и куда мы приперлись? О, куда-то приперлись. За что 150? Единичек. О, привет. И летит? Недостаток мозгов. Вылети, да. Смешно. Мяч. Последние предупреждения. И газ на тань. Записка с требованием, чтобы мельниковый поцелтолка на чекпозитор выяснит его и заберут в мельницу. Ага. Крепкий сон. Крепкий сон. Так, ну это мы все забираем, естественно. Сложно. Никого просто так не забрать, да, понимаю. Так, мы тоже все забираем. На секундочку. Иф-5. На всякий пожарный. Ну, попробуем пообщаться с Илитидом. Илитид, илитид. Не, спит как убитый. Так, это остальона. Вот, атаковать. Ага, ага, ага. Ну, ничего себе. Сколько тут вкусных припасов. Там, знаете, не хухры-мухры. Интересно, они вот с какой-то целью так набивали локации, потом были бесполезными штуками. Или просто так, отбалды ими заполняли. Ну, типа развлечения для тех, кто любит купил, как бы копаться. Ну, просто вот все эти гнилые штуки, ну, ну, если бы вы хотели соминтаться, или... Это, наверное, да. Их же вроде бы можно метать. Ну, это не точно. Жалко, нет функции залезть в этот ящик. Ну, ладно же, кошка. Большая киса. Так. Сейчас окажется, что это наш император. Его, так сказать, основная версия. Его истинное лицо. Эй! Ну-ка. Да, ладно. Да, это было бы забавно. Так. На всякий случай То есть здесь То есть здесь Отвыду и сюда А то мало ли Проснется Решет какую-нибудь глупость сотворить А нам оно надо? Нет, нам оно не надо Так что лучше подготовиться Ух ты, ух ты Как называется? Пурпурный виноград Ах, вкусно звучит Нет, ну сон у него богатырский, конечно Это вам не те ребята Из гоблинского лагеря Рядом с которыми Пукнуть было нельзя Чтобы они не проснулись Пофиг он Ящики ломаю Еще по барабану ему Тоже забрали И вот на этот мешок Еще смотрю Но Что-то как-то Смотреть-то смотрю Но использовать не могу Да ладно Вроде как бы Усем Ну да Итак, сударь Ушастый Ну шо Поехали Разговаривать с этим Мирно спящим Елитидом Сейчас Повыкидываю Все ненужные Быстрые сохранения Благо Они нафиг не нужны Ну что ж Давайте общаться С этой Нехваткой мозга Интересно Конечно А что значит Нехватка мозга Сон Ну это понятно Недостаток мозгов Критическое существо Снижено до 10 И вытерзает Голод И низкое желание Поглотить мозговое вещество Сон Сон Не может двигаться Кроме того Существо Автоматически Проваливает Испытание силы Ловкости У бросков атаки Против него есть Преимущество Любая атака Которая попадает По существу Станут с критическим Ударом Если атакующий Ага То есть Это в смысле Ну прям Драка без вариантов Просто По-моему У меня мозги-то есть Где-то тут Валялись Это точно были Слушай, столько мозгов Подбирал Неужели ни одних Не осталось Да ладно Серьезно Целую ж кучу Находили Неужели все Переработку ушли Я как бы не то чтобы Сильно злой Ну извини чувак Нет мозгов Айда подъем Перед тобой лежит Бессознательное тело Свежевателя разума Совсем новое Еще блестящее От влаги Новорожденный Без присмотра Как удачно На первый взгляд Не скажешь Что это особенно удачно На первый взгляд Не скажешь Что это особенно удачно Павел Поверь мне Этот элитит Только что Трансформировался Он слаб Уязвимую силу Для тебя Как сочный Спелый плод Давай Упи его Поглоти его Могущество Как ты это делала раньше Ну Что это не совсем понятно А его надо именно будить Или можно так бахнуть Разбудить Новорожденного Свежателя разума Давайте разбудим Сначала Доброе утро Как дела Как спалось Не подходи Ближе Ты Я Я Вкусняшка Что ты такое Что я чувствую Ты похож на меня На того Кем я был раньше Сосуд Которым еще Представить Преобразиться Моги мне Я очень голоден Это твои крики Я слышал Когда зашел На ветерную мельницу Моего сосуда Он сопротивлялся Трансформации Она казалась ему Отвратительной Я все еще чувствую Вкусового ужаса Сладкий Но он не питает Меня Нам нужно питаться Нам нужен мозг Свежей бойки Чтобы восстановить Силы На и когти У тебя болеть Ага Предложить Свежевателю разума Тело Которое ты несешь С собой В смысле Я что-то несу С собой В смысле Что за Предложить Свежевателю разума Тело Что Да это прекрасно подойдет Я что-то В смысле Я курицу ему что ли дал И как ты помог мне Так я помогу тебе Ты ощущаешь его присутствие Чувствуешь Как он осторожно Прощупывать Дворец твоего разума Который находит Незанятое место Могуществует И знание Текут тебе В мозг Открывая Новый секрет Отверт Ступай Я буду есть В одиночестве И что произошло Новоявленный Подопытный Вдохновение Вдохновение Ну спасибо Конечно А что я ему дал Я ему курицу Подождите Я ему реально курицу Что дал Нет Что О Прикольно Вы получаете Преимущество При проверках Проницательности Ну А ну вот Он мне дал Все Способность Да Ага Ага Так может Грохнуть его Я нес С собой Какое Тело Какое Тело Я нес С собой Подождите Что за Подождите Сейчас Только курицы Были У Джахера У меня С собой Не было Ничего Или Я реально Ему Из этого Из Как Его Как Он Называется Из Запасов Своей Алхимии Мозг Отдал Блин Может Быть Не догоняю Ну То есть Он Мне Сейчас Дал Кольцо Вдохновение И Этот Как Его Называют И Элитит Этот Один Навык Если Я его Грохну То Что Будет Все То же Или Да Или Нет Хаза Давайте Попробуем Мельника Значит Съели Главное Ягод Слышал Крики Около Мельницы Кто Слышал Крики Я что Ту Видел Ну Давай Тогда Попробуем Атаковать Так Где Атак Это Я так Атаковал Ну Охренеть Вообще Что Нет У меня Было Так Мало Времени Это Атака Называется Да 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 Ты Батенька Да Хана тебе Без Вариантов Так Один Момент Преимущество Да нет Просто По поводу Вот этого Преимущества Я все Помните Я все время Это Тупил На тему То Почему Работает То Работает То Не Работает Наконец Я Вспомнил В нужный Момент Залез Посмотреть Оказалось Что Преимущество Работает Когда Рядом С ним Когда Он Под угрозой Короче Говоря Такие Дела Так Что Просто С Ну Что Поражаем Летит Тоже Неплохо Это все Что Недавно Взялось Его Разм еще Свежий Ты можешь Питать Его Потенциал Если Поглубь Шива Ключ Так Новорожденные Верная Алияна В то время Пришло Абсолют Созвать Всех Кто Тверд Веря Твоя Вера Крепка Уходи Из Казармы Оставь Свой Доспех Оставь Все Знаки Различия Званий Ты Больше Не Убранный Кулак Ты Была Передана Нам Верно Тебе Жут Туда Более Велика Участь И Мес Убранный Проницательность Артем Тверд Чё Так Выгнаем Эффект Сложной Местности Нельзя Парализовать Или Обездвижить Путан Путин, ловушки, навесенное льду или скользкая жидкость. Ну да, меня тут прямо... нет, ладно. Про проверках проницательности владелец дополнительной освещены. Нет, ладно, это оставлю. Фиксней с этой проницательностью. Да ладно, хрен с ним. Ну да, очков вдохновения, конечно, нет. Я не посмотрел, как она называется, но... Да хрен с ним, проект лагерь. Это абсолютистская дрень, мы ее не любим. Ладно, окей, у нас есть одно очко прокачки, это хорошо. Давайте что-нибудь качнем. Так, класс брони снижен на 1. Нет, вот это точно нет. Я не знаю, мне прямо категорически не нравится эта умилка. Давайте что-нибудь другое. Форму скользящего зверя. Это можно попробовать как-нибудь. Посмотреть. Как бы по сути это оборотень же, я правильно понимаю? Если я правильно понял. Так, помеху. Короткий привал. Имеет помеху при бросках атаки, получает за каждый промах. А, подожди. Минуточку, это не концентрация? Еще раз. Ваши цели имеют помеху при бросках атаки, получает 2,2 психического урона за каждый промах. Ниху. Это расцеляет его, когда он атакует. Ага, уязвимость. Это что? Откачиваем интеллект. Ну это кстати тоже неплохо. Так, шрабский щит. Ну тут я не очень, честно. Мне тут не очень нравится. Расход. Вот это классная вещь, да? Расход чьих заклинаний занят в порчах волшебных ресурсов. Ваше следующее действие или заклинание снижается до нуля. Да, но это как бы один раз так можно сделать. Но это неплохо, мягко говоря. Всем понимаю как это работает, но все-таки а это что? Бежье разум. Магическое светочие. Блин, тут все вкусное на самом деле. Тут на что не посмотри. Вот тут отпадение, правда не совсем понимаю как это работает. Отталкивание. Подшварнуть черная дыра тоже не... Тут все хорошее, понимаете? Тут на что не идут как бы не посмотри. Большинство как бы хочется и то, и это. Вот это нормальное на самом деле. До короткого привала как бы. То есть. Давайте мандраж возьмем. Пустого я точно использовать буду. Тут конечно бесплатное заклятие. Но это вещи надо добраться. Давайте пока мандраж возьмем. Ну так. Ну хорошо. Не зря сюда приперлись. Жахейро. Забери эту вкусняшку. Ах да. Даже так. Ну тогда давай быстренько в лагерь. Сгрузишь куриц. Сгрузишь элентина. Так я не нашел какого-нибудь описания, где было бы написано, что... Где тут можно в этом лагере встать, чтобы послушать песню с этим текстом? Что-то непонятно. Вроде что-то пошарился, пошарился и летит. И летит. Или не летит. Было летит. Остал еще один житель моего сундука. Да. Такие дела. Ничего не попишешь. Но разорвали мы конечно этого несчастного летитушку. Жесточайшим образом. А-тадам. Ой. А что это такое? Подожди. А что здесь наводился? Эй! Ясно что-то. Хм. Как интересно. Ну ладно. Нет, так и нет. Ладно, с Элитином разобрались. Да, не получили вдохновения, но зато получили какую-какую инфу. А теперь у нас есть новая способность. Па-да-па-да. Можно стены вернуть? Я без них как-то нервничаю. Спасибо. Ненавижу дверь. Хе-хе-хе. Ладно. Неплохо побегали. Хорош. Я что-то уже заигрался, мягко говоря. Ну ладно, что и лети, да грохнули. Еще одну способность получили. Потихоньку, полегоньку в следующий раз. А, вот здесь видимо проход дальше, да? То есть вот я по факту нашел край локации, если так подумать, да? Ну хорошо, кстати. Тогда, наверное, в следующий раз продолжу по краешку. Вот сюда сходимся. Ну, короче, да. До вот этих ворот пока будем все изучать. Все, что тут есть. Туда надо будет. Вон там какую-то дорогу ведет. Еще что-то. Ну, короче, да. Будем все изучать. Трясется что-то опять все будет. Это старший мозг. С ним творится нечто непонятное. Блин. Ой, а я где? А я, эй, а где они? Ау. А, они туда у меня случайно убежали. Хе-хе-хе. Не то нажал. Кто? Что? О. Прикольно. Еще и ухитрился хрень найти. Ладно, в общем. На этой... О. Капаешь. На этой более чем положительной ноте. Так, секундочку. Давайте посмотрим, что там у нас на этой более положительной ноте. О-о-о. Что-нибудь есть, интересно? Не сказать, что есть, но... А! А это никуда и не ушло, да? Ну, ладно. Сцеляю. Вот так. Ага, вот так вот у нас. Блин, располовинь, что ли? Да их тут много. Тяжелые, зараза. Ну, нет. Эти-то не тяжелые. Тут ноль, ноль, везде ноль. Знаете, аж тут вот это. Нет. Вот это. Тут 12 килограмм. И здесь 17. Ай, че. Отправить в лагерь или отдать астериому? Астерион, че какая загрузка? Тут у тебя тоже до хрена, да? Угу. Угу. Дайте в лагерь. Пусть в лагерь лежит. Во. Мелча приятно. Так. Все. Все. Отлично. Ну, в общем. На этой, как я уже сказал, более чем положительной ноте. Всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на дискорд, на донаты. Все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же досюда досмотрел, обнимаю. Парни хлопаем по плечу. Девушек чмокаю в щечку. Увидимся в следующей серии. Балдурзгейт 3. Ну. Не то, чтобы совсем прям безоговорочное, но все ж таки форева. Так. Я все, что хотел, забыл или не все? Наверное, все. Как-то так. Отлично. Буду. Ум. Ум. Продолжение следует...